Эта невероятная история произошла в одном небольшом городке. К парню, которого зовут Эйрин и чей дом находился на окраине, стал захаживать в гости слепой енот. Он приходил каждый день в промежутке с 6 до 9 утра. Эйрин кормил его завтраком. Затем зверек мог вернуться еще раз к обеду или уже вечером. Его глаза всегда были ярко-зелеными. Он был слепым и очень боялся высокой травы, снега, ветра и птиц, говорит Эйрин. Возможно, это так и осталось бы историей о слепом еноте и парне, который его подкармливал, чтобы помочь зверку выжить. Но спустя 5 лет произошло то, из-за чего об этой истории узнал весь мир. Енот пришел к Эйрину в сопровождении двух черных котят. Они следовали за ним, словно это его телохранители. Эйрин накормил их. Котята быстро сообразили, что к чему, и стали приходить вместе с енотом каждый день. Кажется, это был взаимовыгодный обмен. Котята помогали еноту передвигаться и чувствовать себя в безопасности. А он приводил их к доброму человеку с источником пищи. Эйрину удалось снять этих чудесных друзей на камеру. Спустя несколько месяцев енот скончался. А для енота, живущего в дикой природе, это очень хороший показатель. В среднем они живут около трех лет. И, конечно же, отчасти это заслуга Эйрина, который кормил его все это время. По этому замечательному зверьку скучал не только Эйрин, но и его два котенка-приятеля. Парень решил, что пришла пора покорить их сердца и прийти тих. И спустя несколько недель и пару сотен царапин, Эйрин сумел заслужить их доверие и любовь. Котятам было около шести месяцев, а это значит, что всю жизнь они прожили вместе с енотом. Видимо, он заменил им маму. Но сейчас, когда они начали жить в доме, под свое крыло их взяла старенькая кошка Эйрина. Эйрин говорит, что у котят очень тесная связь. Они постоянно все делают вместе. Вот такое чудесное окончание у этой замечательной истории. Теперь котята счастливы и любимы. А главное, у них появился дом и семья. Спасибо тебе, Эйрин, за твое большое и доброе сердце.